Добрый вечер, вы смотрите программу подробный разговор и сегодня подробно мы говорим о профилактике вируса гриппа и ОРВИ вместе с гостем нашей студии. Это главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Какая ситуация по вирусу гриппа в Екатеринбурге? Что цифры показывают? Нужно, наверное, говорить вообще о заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и в том числе гриппом. За прошедшую неделю у нас обратилось в наше медицинское учреждение чуть больше 18 тысяч. Мы впервые в этом году превысили пороговый показатель, незначительно, но превысили. И вот если посмотреть по вчерашнему дню, по первому, по понедельнику, то за один день чуть больше 4 тысяч обращений за один день в поликлинику. Это достаточно высокие цифры. И нас это начинает немножко беспокоить в плане заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Поэтому здесь направление нашей работы должно быть как раз на проведение неспецифической профилактики в этой ситуации, потому что заболеваемость гриппом, она незначительно по сравнению с прошлым годом. А на принципе и заболевания вообще в сумме острые респираторные, они ниже уровня прошлого года, ниже уровня среднемноголетних данных. Но мы выходим на достаточно высокий уровень и раз превышаем пороговый показатель, то это уже говорит о начале какого-то неблагополучия. В этом году у нас и процент по вакцинации достаточно высокий. Это сможет нас спасти, скажем так, от большого количества заболевших? Да, действительно, сегодня у нас в прошедшем 2019-м показатель охвата прививками достиг впервые 58,8% жителей нашего города привиты. Это достаточно хороший показатель. И мы надеемся, что количество такого заболевших гриппом не будет в этом году, ну и тяжести заболевания не будет, как обычно было в прошлые годы, потому что как раз тяжелее всего заболевание протекает у людей непривитых. То есть заболеть можно, но последствия легче наступают? Да, да. Потому что вот среди выявленных случаев гриппа лабораторно, то, что мы подтвердили сегодня чуть более 50 случаев, есть несколько человек, которые были привиты, это дети дошкольного и школьного возраста, они были привиты, но их обнаружили в порядке мониторинга за заболеванием. Они были с острыми респираторными заболеваниями, и мы их посмотрели, часть таких больных мы обследуем в плане мониторинга, и вот среди них выявлены положительные находки вируса гриппа, но дети совершенно поправились, спокойно перенесли заболевание. Это говорит о том, что прививка сегодня дала свой эффект, у них не было осложнений, не было тяжести и так далее. На фоне этого у нас идет, ну, по всему миру мы сейчас видим новости, все информационные ленты звучат, новый коронавирус. В чем его особенность? И как мы к нему готовы защищаем себя? Ну, не новый коронавирус, наверное, новый штамм коронавируса, потому что мы даже у себя в городе Екатеринбурге с коронавирусом встречаемся постоянно, потому что есть находки коронавируса, но появился новый штамм коронавируса, который вот дает все эти проблемы в Китайской Народной Республике, и к чему, в общем-то, к встрече его готовится сегодня и Российская Федерация, и, в принципе, уже готова, потому что проводятся очень широкомасштабные мероприятия, и сегодня главная наша задача – это, в общем-то, провести неспецифическую профилактику этого заболевания, потому что это однотипно тоже, что и с гриппом ИОРЗ. Это возбудитель респираторного тракта, он вызывает такое же острое респираторное заболевание, но оно отличается немножко по клинике, оно может быть тяжелым, это вызывает осложнения на дыхательной системе с развитием пневмонии, и поэтому все люди, которые прилетают сегодня на нашу территорию, они, во-первых, проходят необходимый контроль из Китайской Народной Республики, я имею в виду, проходят необходимый контроль в аэропорту, термоконтроль, то есть тепловизоры, там проводится двойной контроль. Последние рейсы прибывающих туристов проводилось обследование лабораторное, то есть берутся мазки и зева, и ротоглотки, и за этими людьми проводится медицинское наблюдение нашими лечебными учреждениями в течение двух недель. И вот здесь вот убедительная просьба к этим людям, которые вернулись из Китая в течение последних двух недель и заболели или почувствовали у себя какое-то недомогание, явление острого респираторного заболевания, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, не посещая поликлинику вызвать врача на дом и обязательно при передаче вызова сказать, что вы прилетели и тогда-то из Китая, к вам приедут домой, вас посмотрят, при необходимости проведут необходимое обследование и вам будет рекомендована госпитализация в инфекционный стационар. Такие люди, больные, такие пациенты, они обязательно подлежат госпитализацию в инфекционном стационаре для исключения возбудителя коронавируса. Потому что если у человека окажется коронавирус, а он может быть, потому что человек прибыл из Китая, то круг контактных будет расширен и придется проводить более широкомасштабные мероприятия. А почему вообще вспышка локализовалась именно в Китае? В чем причина? Ну, здесь, наверное, нужно говорить, что действительно вот южные районы Китая, они славятся нетрадиционным питанием и в питании жителей, местных жителей очень часто они применяют и такие экзотические животных, те же летучие мыши, те же змеи, достаточно много морепродуктов. И, естественно, произошла какая-то... А все эти животные, они являются носителями коронавирусов. И поэтому, видимо, произошла какая-то мутация вируса при встрече с другим человеческим вирусом, будем так говорить. И появился новый штамм вируса. Вирусы склонны к мутации. Это неизбежно совершенно. И мы должны быть к этому готовы. Главное – соблюдать все меры профилактики. Вот о мерах профилактики одна из реплик наших зрителей. Во многих странах возник ажиотажный спрос на медицинские маски. Но врачи говорят, что это не панацея от того, чтобы заразиться. Или все-таки маска вот сейчас для тех, кто боится, или идет в поликлинику, или куда-то идет, где тесное помещение. Маска необходима. Вот здесь, наверное, Оля, нужно по порядку проставить акценты. Самое главное – больной человек не должен никуда выходить. Источник распространения инфекции – больной человек. Вот если говорить про коронавирус. Если вы вернулись последние 14 дней из Китая, если вы почувствовали недомогание, у вас еще нет насморка, у вас нет температуры, но вы чувствуете, что вы недомогаете, останьтесь дома, вызовите врача на дом. Потому что если вы пойдете в транспорт, в общественное место, на работу, вы уже будете заражать других людей. Если есть необходимость выйти, оденьте маску. Оденьте маску. И члены семьи должны тоже соблюдать определенные правила. Это ношение масок, это проветривание помещений, это влажная уборка с дессредствами помещений, это частое мытье рук. Не нужно грязными руками прикасаться к лицу, употреблять в пищу продукты, касаться глаз, носа и так далее. И это очень важно для профилактики, в том числе коронавирусной инфекции и гриппа в том числе, потому что кроме воздушно-капельного пути, есть контакт на бытовой. И все эти возбудители, они очень хорошо передаются, и контакт на бытовым путем. И маска, защитная маска. Пришли на работу, оденьте маску, заходите в автобус, оденьте маску. Вышли из автобуса, удалили эту маску, ей уже пользоваться нельзя. То же самое пришли в торговый центр, оденьте маску. И самое главное, не должно быть никакой паники. Мы каждый человек, каждый из нас, сам отвечает за свое состояние здоровья и за тех людей, которые нас окружают. Как часто нужно маску менять? Ну, я уже сказал, если вы вышли из торгового центра, то вы ее должны удалить. Вы должны ее удалить. Понимаете, не нужно маску носить на свежем воздухе, когда вы идете по улице. Ну, на свежем воздухе у нас не все возбудители долго сохраняются, тем более в зимнее время. Они неустойчивы. В помещении, да, в помещении, да, не более двух часов. Маски должны быть разовые, они не подлежат обработке какой-то, стирке. А если у вас будет марлевая шестислойная маска, марлевая шестислойная, которую можно постирать, потом с двух сторон проутюжить горячим оттюгом, тогда это действительно можно, как это было раньше. Но я думаю, что сегодня люди к этому не идут, а все-таки приобретают разовые маски. Это разовые маски. Есть, конечно, различные респираторы, которые более длительный срок годности. Но это уже можно обращаться к специалистам и там тот, кто это реализует. Вы говорили о том, что вакцинация от гриппа уже завершена. Для тех, кто пытается разобраться, ОРЗ и грипп, все-таки это разное? В чем различие между двумя вирусами? Значит, это все группа острых респираторных вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания. По клинике они каждый чуть-чуть отличаются. Чем отличается, допустим, вирус гриппа или заболевание гриппом или РС вирусом, можно сказать, или парагриппом? Что характерно для гриппа? Для гриппа характерна интоксикация, начало заболевания с интоксикацией. Резкая, резкий статус. Да, это общее недомогание. Как мы говорим, ломота в теле, начинают болеть мышцы, у вас начинает подниматься температура, у вас нет еще катаральных явлений, начинает подниматься температура до высоких цифр. И дальше уже, в зависимости от вашего организма, у вас могут появиться какие-то катаральные явления, у вас может появиться кашель, чаще всего, у вас может появиться одышка при общем недомогании. И чем страшен грипп, тем, что идет, может развиться дыхательная недостаточность. Особенно при таких вирусах гриппа или штамма гриппа, как H1N1, пандемический. Весеннее время, ну, близится уже, да, это тоже еще время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье, клещевой энцефалит. Это тоже важная история. Вот когда нужно делать прививку, когда начинать? Вообще нужно заниматься вакцинацией против клещевого энцефалита еще осенью. Если вы не сделали, или сделали одну прививку осенью, то в марте вы должны сделать вторую прививку, чтобы к апрелю у вас уже выработался иммунитет и вы были защищены против клещевого энцефалита. Если вы не успели сделать осенью, то нужно начинать вакцинацию во второй половине февраля, когда у нас, я надеюсь, успокоится заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и можно будет начинать вакцинацию. Вообще вакцинацию можно делать в любое время, ставить прививку, но вы должны быть полностью здоровы и две недели вы не должны заболеть после прививки, потому что должен выработаться иммунитет. еще один ваш совет для тех, кто собирается в командировку нескольких перелетов, вот надо ехать, как себя защитить, как вы уже сказали, маска, моем руки, поднимаем иммунитет, ну, какими-то местными свойствами витамины, все это тоже в плюс. Ну, это действительно так, чисто из гигиенических вопросов, конечно, иметь при себе маску, потому что очень часто в самолете оказывается человек кашлящий или с насморком, поэтому маску можно использовать, можно использовать какие-то защитные мази, которые можно сегодня закладывать носовые ходы, они продаются сегодня в аптеках, можно использовать поливитамины для укрепления своего организма, иммунитета, можно посоветоваться с доктором и применять какие-то противовирусные препараты, которые рекомендованы для профилактики, это тоже возможно сегодня. Ну, и самое главное, очень важная деталь, берите с собой всегда гигиенические салфетки с дезинфицирующим эффектом, и перед тем, как вам будут предлагать напитки или предлагать питание в самолете, обязательно обрабатывайте руки. Ну, и зашли в самолет, устроились, обработайте руки для того, чтобы обязательно запасить себя. Для родителей, маленьких детей, ну, и вообще детей, рекомендуете вот в этот период, когда идет грипп, да, тут коронавирус в других странах, ходить на массовые мероприятия все-таки или ограничить себя? Вот я бы рекомендовал вообще, и сегодня Роспотребнадзор нам рекомендует, конечно, сократить вот такие массовые мероприятия, особенно для детского возраста. постараться, если есть в этом, ну, нет такой острой необходимости. То есть не закрываться, но взвесить все риски, то есть не будет нагнетать, но, тем не менее... Конечно, не нужно нагнетать, все закрывать, все прекращать, но нужно понимать, вот если действительно у вас ребенок прилетел из Китая, да, вы вместе отдыхали, ведь сегодня родители очень хорошо отдыхают, суббота, воскресенье, пять дней, еще суббота, воскресенье, и слетали в Китай. А потом идут в школу. А потом идут в школу, в садик. Сегодня вот готовится вообще документ Роспотребнадзора, и это уже прозвучало на совещаниях, что вот эти дети, которые, допустим, прилетели с родителями из Китая, в течение 14 дней, они не рекомендованы им посещать организованные коллективы. И появится документ, когда будет решен вопрос, вероятнее всего, о выдаче больничного листа этим родителям. И условно это люди контактные с возможным контактом с больными коронавирусом. Ваш прогноз как врача-эпидемиолога, вы давно в этой системе видели разные этапы, все-таки вот переживем эту зиму? Нет, мы переживем, и не первый раз, были зимы тяжелее. Я считаю, что наше население стало более грамотное, более ответственно стало относиться к своему здоровью. И если все будут слушаться наших рекомендаций, выполнять их, то все будет прекрасно, и мы очень хорошо встретим весну, а нас совершенно не за горами. То есть на мировом уровне, в принципе, проблема взята под контроль, да? Я считаю, да. И коридоры, закрытая определенность, если мы сами будем думать о себе, то... Конечно, конечно. Сегодня в Китайской Народной Республике проводятся масштабные мероприятия, и они нам показывают пример, мне кажется, всему миру, как китайцы могут быть дисциплинированными в плане профилактики инфекционных заболеваний. Поэтому мы должны брать с них пример, выполнять те рекомендации, которые сегодня достаточно просты, достаточно просты, они зависят только от нас с вами, и все будет нормально. Мы же моем руки, носим маски, ну и с улыбкой, Александр Николаевич. И самое главное, самое главное, не ходим больные никуда, остаемся дома и лечимся в домашних условиях или переходим в стационар. Здоровья всем! Спасибо вам большое, Александр Николаевич! Будьте здоровы! Главный эпидемиолог Екатерин Мурага Александр Харитонов был сегодня гостью в нашей студии. Спасибо вам за внимание и берегите себя. Всего доброго! ДИНАМИЧНАЯc defects Спасибо.